Парень с Украины, вернувшийся из российского плена, рассказывает маме «Мы до последнего не верили в обмен. Они нас так обманывают, так издеваются, возили и на расстрелы, и на обмены. А потом возвращают и смеются над нами. И когда вошёл военный в бусик и сказал «Вы дома, ребята? Слава Украине!» Я просто начал дышать, а то сидел и не дышал «Мам, правда?». И когда видели людей вдоль дороги, нас встречали с флагами, с цветами, с плакатами, то как в кино было, как не с нами. И потом, когда ехали уже, первая сигарета, объятие, телефон дали «А я твой номер забыл, мам, представляешь, ты же не сердишься. Разве можно забыть твой телефон? Я его всё два года мысленно повторял. Ну как в детстве ты меня учила? Меня зовут, я живу, телефон мамы. Ребята плакали, а я нет. А уже в больнице нам одежду дали и повели в столовку. А там еда, мам, там на столе каждому по три миски, всё такого разного. Я не знаю, я за тот период, что был в плену, столько не кушал. И запах супа. У меня даже голова закружилась, миска такая глубокая. Супа до краёв. Я ложкой так осторожно брал, чтобы ничего не пролилось. А руки так тряслись. Мама, я же хотел, чтобы я хорошо ел. А хотелось схватить миску и просто так выпить всё одним залпом, и руки же трясутся. А есть, как мне есть хотелось, ты не представляешь. А я так осторожно, чтобы же хорошо. Там женщина ходила, подсыпала нам всё, доливала. Подошла ко мне, обняла, голову гладит, как бабушка когда-то. Поцеловала в висок. Ешь, говорит, сынок, я ещё принесу. И тут я заплакал. Я ел и плакал, глаза боялся поднять, потому что стыдно. А потом взглянул, а мы почти все такие, едим и плачем. А суп, мам, я вкуснее в жизни не ел. Ты же не обижаешься, мам? Продолжение следует...